Подольские курсанты 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 Брали пушки учебные Из подольских училищ Которые находились у них на вооружении Немножко Перемонтировали их и везли с собой Так что оборонялись Они не какой-то новой хорошей техникой А старыми учебными пушками В этих местах Десятки дотов Вот я отсюда могу видеть Три дота Которые закрывают Это направление Огромной полосой Сейчас почитаем Что там написано Пулеметный тяжелый каземат Фронтального действия На один Станковый пулемет Гарнизон курсантов 5-й роты Подольского пехотного училища Иринский рубеж Противотанковой обороны Малый Рословецкий укрепительный район Номер 37 11-го и 15-го октября 41-го года Вот такой вот Дот Пулеметный Здесь стоял пулемет Наш и Обстреливал Пехоту врага Интересно Можно ли попасть Внутрь этого дота Я конечно туда не пролезу Потому что Очень маленькая Маленький вход Узкий Конечно пролезть можно ползком Но сейчас холодно Мы этого делать не будем Здесь даже До сих пор еще валяются Патроны Патроны Именно те патроны Которыми стрелял Наш пулемет Я думаю Что их здесь Немало Потому что Кто будет гильзы собирать? Вот такой вот Патрон От Мосинской винтовки Либо от пулемета Максим Ну и все остальные наши Пулеметы стреляли Именно такими Патронами Но внутрь не полезем Пожалуй Их просили продержаться Пять дней Они продержались Двенадцать Вы только представьте себе Две недели ада Две недели Под непрерывным огнем И отступать некуда Там Неготовая к обороне Москва Их было Три тысячи человек Осталось Менее пятисот Но за эти две недели Они уничтожили Более Пяти тысяч Вражеских солдат Из двадцати тысяч И около ста единиц бронетехники Ровно половину Рвавшихся К Москве боевых машин немцев Курсантов били в лоб Их пытались взять в кольцо Колонна из нескольких германских танков Замаскированных советскими флагами Прошла со стороны Чтобы ударить с тыла Но бойцы держались Не отступали И не сдавались Красные Доблестные юнкера Так называли Фашисты подольских курсантов Мы находимся у так называемого Алешкинского Дота Дота Командовал которым Командир батареи Алешкин Именно этот Дот Продержался дольше других И уничтожил 25 вражеских танков Находился он На одной диагонали С крестьянскими избами И был хорошо Замаскирован Под сруб сарая Рядом с Дотом Были отрыты Два запасных Орудийных окопа Во время боя Гарнизон Дота Быстро выкатывал Из каземата Орудия Занимал запасной окоп И метко разил Вражеские танки Очень долго Немцы не могли понять Откуда же по ним Ведут артиллерийский огонь А тем временем Курсанты уничтожали Один вражеский танк За другим Провалилось Провалилось Ну может дом стоял Здесь же деревня была Занимаешь? Да Вот когда-то вот на этом месте На этом месте Была деревня Которую уничтожили немцы Здесь был сильный бой И множество курсантов погибло Именно в этом поле Только лишь летом 42-го года Убитых курсантов На этом поле Подобрали местные жители Жители соседних деревень И похоронили Вот на этом самом месте В братской могиле Так и стоит Эта Братская могила Окруженная Полями Лесами Речкой И мало кто знает Что здесь Похоронены Солдатики Ребята молодые Оборонявшие Москву Не давшие Фашистам Прорваться И захватить Нашу столицу Вот еще один Перед нами Уже посерьезнее Солдатики Со стороны По валюте Посмотрим Что это за толстик Пойдем его сейчас Огромный швидот Огромный Усиленный кизимат Для 76-ти миллиметровой дивизионной пушки Флангового обстрела То есть он прикрывал Видите вот эту стену Которая защищала его С той стороны Он обстреливал правый фланг Вот в ту сторону Вот его сектор обстрела Вот туда он и стрелял Ага Здесь можно зайти Спокойно внутрь И посмотреть Что-то железка Это не ствол от пулемета Нет Это какой-то лоб Ноги раздвигались Пушка ставилась сюда Ноги раздвигались Вот здесь она стояла Прикрывала большим щитом Эту амбразуру И Стреляла Вперед Вот такая вот зона обстрела здесь была То есть оттуда И Я увидел церковь Разрушенную А летом я ее не видел И интересно Мы увидели Какую-то разрушенную церковь Которую летом не видели Это интересно Наверное на ней был Какой-нибудь наблюдательный пункт Наверняка Интересно А для чего нужны были Вот эти железные Двери Скажите Кто-нибудь знает То есть бетонное основание Бетонная стена Цельно-бетонная И железные двери Которые Выходили наружу Или створ Я даже не знаю Что это такое Для чего они Сделаны из такого же материала Как Потолок Может быть туда прятались Или я не знаю Для чего они Такой кругом Сталактиты Сталактиты Какие-то соли Интересно Как в пещерах Вот что-то здесь звенит Вот где-то здесь Это камень Опа Смотри Звездочка 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 с пилотки Вот такая вот звезда Принадлежала кому-то Из броняющихся Здесь Подольских курсантов Враги Знаете У нас этих дотов Здесь целую кучу Не пройдете Ни по варшавскому Ни по киевскому шоссе Это я вам говорю В этом году Исполнится 70 лет Со дня великой победы Над фашистской Германией И многие факты Из тех давних дней Уже безвозвратно Забытые Вокруг России Вновь сгущаются Черные тучи Конечно Враги вряд ли Осмелятся Как 70 лет назад Открыто напасть На самое великое Государство в мире Но Они все равно Скалят зубы И трусливо тявкают В нашу сторону Пытаясь разубедить Всех В значимости Нашей победы По их словам Выходит Что это мы Вероломно Оккупировали Европу Что это мы Разрушили их города Это американцы И англичане Одержали Победу Над Германией И освободили Порабощенные страны Это украинская армия Освобождала Концлагеря Конечно же Украинские солдаты Освобождали их Но Надо не забывать Что армия была Советская И там были И украинские солдаты И киргизские солдаты И таджикские солдаты И белорусские солдаты И русские солдаты Но не окрепшие умы Молодого Американизированного поколения Словно сухая губка Впитывает в себя Эту лживую Дезинформацию В школах Все больше внимания Уделяют истории Древнего Египта И Греции Чем родной русской истории Да и та искажена До неузнаваемости А чтобы мы Не смогли докопаться До действительности Нам запрещают Копаться в земле Товарищи Давайте попытаемся Не забыть Ту малую часть Нашей истории Которую мы еще помним И детям своим Расскажем Как все было На самом деле Ведь если забывать Где лежат грабли Мы так и будем Наступать на них Постоянно Авангард Шестая рота Шестая рота Слушаемую команду Смиро На праву На плечу Шагом Парш Запивай Помню городок провинциальный Тихий Захолустный Печальный Церковь и базар Городской бульвар И среди мелькавших Пар Бывало Вижу знакомый Родной силуэт Синий берет Синий жакет Темная юбка Девичий стан Мой мимолетный роман Три, четыре Таня, Танюша, Татьяна моя Помнишь, бездойное лето Ребятки Немцы захватили вот эту деревню Шубинку Будь она неладная Захватив Шубинку Противник имеет возможность Развернуть наступление На Малой Рославице А потом Каждая взятая деревня Это путь к Москве Покажите, братцы Последний раз Служим Советскому Союзу Спасибо Цепи Встать Товарищ капитан Пулемет неисправен Брось ты его к чертовой матери За мной Вперед Филиппов Забивай Помню городок провинциальный Тихий, захолустный и печальный Церковь и базар Городской бульвар И среди мелькавших пар бывало Вижу знакомый родной силуэт Синий берет Синий жакет Темная юбка Девичестан Мой мимолетный роман Три, четыре Таня, Танюша, Татьяна моя Помнишь ли, знойное место Синий берет Все, что пришлось Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok